Практическая психология Как пришла к арт-терапии и почему выбрала именно глину? Ну, вообще изначально я пришла именно к глине. Глина меня позвала, получив два высших образования. Я поняла, что действительно я хочу что-то делать своими руками, потому что сам процесс, когда вот из непонятного кусочка глины, бесформенного, рождается какой-то предмет, какая-то вещь, он меня завораживает, он мне даёт глубокое моральное удовлетворение внутри, и это делает меня счастливой. То есть это такой достаточно простой способ почувствовать себя творцом в этом мире, и это мой личный был путь к гармонии в душе. Начав с того, что я как бы как мастера по окаринам себя позиционировала и продвигала вот эту продукцию, постепенно я стала проводить занятия для своих друзей, для своих родственников. Они стали приводить друзей-друзей. Вот это сарафанное радио, собственно, привело меня к студии керамики, достаточно уже известной в нашем городе. Ну, а арт-терапия — это, знаете, такой способ расширить свои навыки, дать какую-то ещё пользу людям, помимо технически исполненного качественного изделия. Вот интересно, есть такая мысль о том, что человек, который однажды помог себе сам, он в силах помочь и другим людям. Да, и однажды я была на международном семинаре по арт-терапии, и там оказалась в музее несбывшихся надежд. Ух ты! И этот музей выглядел, опять-таки слово такое произнесу, сказочно, потому что здесь была, например, ваза первой любви. Здесь были сахарницы, например, там, да, голубая сахарница первых несбывшихся отношений, несложившихся отношений и так далее. Ну, то есть как бы каждый... Такой личный архивчик, да? Да, да. То есть психотерапевт, который работает в направлении арт-терапии, она предлагает из глины сделать, превратить боль душевную какую-либо во что-то такое, что будет тебе уже не напоминать об этом состоянии, но уже не с точки зрения боли, да, а с точки зрения какой-то такой даже грусти лёгкой, да, может быть, даже восхищения, что это было в твоей жизни. То есть это такая, знаете, возможность посмотреть в лицо своим страхом. Я представляю, как работает этот арт-терапевт, да, в таком музее. И у нас тоже проходят подобного плана занятия, но для меня, как человека уже 10 лет в керамике, мне очень важно, чтобы изделие на выходе, оно фонило не болью и не лёгкой грустью. То есть если мы проводим такие очищающие, да, мастер-классы, то если мы начинаем с кома глины, мы потом ими заканчиваем. То есть вся вот эта проработка в процессе, да, она остаётся в стенах нашей студии, она остаётся в нашей памяти, и мы её в мир, в свою жизнь, мы её не берём. Мы берём только самое лучшее. Вот когда мы освобождаем свои, как бы, потайники, кулуары, да, выгребаем, тогда мы уже можем приступать к созданию, созданию. Именно тех вещей, а я называю именно вещи, потому что они несут в себе весть, у них заложена мысль, и эта мысль, она должна быть хорошей, благой, позитивной, и она, как магнитик, должна всё время притягивать взгляд обладателя и вызывать именно хорошие эмоции. Очень важно окружать себя вот такими вещами. Тогда, зайдя в своё помещение, в пространство любви, да, который мы считаем свой дом, квартиру, мы действительно отдыхаем. А если мы будем заходить и открывать свои мемуары несбывшихся надежд, непоступивших в вузы или там каких-то вот промахов, да, то есть это тоже неплохо для такой внутренней, да, имеет право на жизнь, и мне кажется, это такой тоже один из этапов, да, этапов проживания. Нашего становления, по сути, как личности, это наша биография, и, да, возможно, к ней нужно относиться проще, но я бы не хотела поставить это на полочку. Ну, вот. Которым ему понятно, отзывается, да. Ну, вот мне тот музей действительно понравился, потому что я представляю, каким образом, когда у тебя в руках кусок глины и ощущение вот этой психологической или там душевной боли, да, например, там при разводе, там при расставании, при каких-то потерях, да, и ты работая опять-таки, да, вот ты сейчас рассказываешь. Прорабатывая в этот момент, то есть мы, собственно, очень часто себе это всё консервируем. Мы прямо вот так вот схлопнулись, надели покер-фейс, идём и говорим, миру всё хорошо. Хотя, на самом деле, внутри-то совсем нехорошо, да? И это очень видно, когда человек в творчестве, он не может быть, держать вот эту морду лица, да, когда он творит, когда у него язык наружу, галстук на бок, рукава все в глине, да, то есть он тогда вот такой, как есть. И глядя на своих учеников, то есть я поняла, что вот эта вот арт-терапия глиной, да, она поможет достать, вынести, и не нести этот груз с собой в этом заплеченном языке, да, для того, чтобы, ну, почувствовать эту лёгкость бытия. Собственно. Вот, Наташа, например, песочная терапия, да, она очень легко воздействует на наше психоэмоциональное состояние, да, но когда мы видим, что у человека реально есть травма, то очень часто говорим, надо бы работать с глиной, да. Почему, вот в чём магия этой глины, почему даже взрослые люди, пройдя там горячие точки, там, да, такие суровые мужчины, свои травмы прорабатывают через глину? Именно в лепке, да. Я вам скажу, Надя, дело в том, что взрослые, именно взрослые люди, да, взрослые на Бенджамине Споке, которых не трогали, у которых были холодные, тактильно не обнимающие, не ласкающие, не затискивающие мамы, которые тактильно себя окружали, у них не было таких впечатлений, они, конечно же, испытывают стресс во время лепки. То есть вот эта вот податливая материя, которая, она тебя примёт любым, со всеми твоими трещинками, со всеми твоими проблемами, и она поддастся любому твоему воздействию. Желанию даже, да. Идёт, знаете, такая работа с метафорой. Мы берём свою жизнь, свою какую-то ситуацию и начинаем её проминать. И промешивать, отлепливать, да, какие-то идут у нас сразу образы. То есть даже самый простой способ запустить фантазию, то берёшь глину, жамкаешь её в лепке, да, на шлятской слове. Согреваешь её, да. Вот переминаешь, переминаешь, и в какой-то момент происходит вот этот щелчок, и мы видим птичку, лошадь, мы видим какую-то ситуацию, мы видим бабушку, соседку с вёдрами. То есть у нас пошёл-пошёл-пошёл процесс, и мы отпускаемся именно в то подсознательное. Мастер-классы, которые связаны с рождением, да, вот именно арт-терапия, моё личное рождение, как я это проживаю, как я вот маленький комочек, который растёт, грушка, сливка, да, растёт и развивается в лоне мамы, как потом мы вот своё рождение можем отлепить. Очень многие испытывают те эмоции, которые, как бы они выходят, да, в процесс коллективного или индивидуального занятия, и потом я слышу, всё, мы прекрасно родились, забеременели, потому что страх, травма собственного рождения, и годы, когда мама рассказывает, ой, я с тобой так сложно ходила, так тяжело тебя рожала, да, и девочка, которая сама скоро вот-вот станет мамой, она, конечно же, испытывает негативные эмоции, и их надо куда-то вынести, их надо убрать. То есть правильно услышала, что глина работает вообще с огромным количеством тем, да, начиная про какие-то психологические травмы, да, травмы насилия, травмы переживания каких-то потерь и, там, горя, да, и заканчивая прямо такими вопросами, как взаимодействие детско-родительские, как... Особенно как с родителями взаимодействовать, потому что даже, знаете, вот я вам скажу, вот этот образ мать-сыра-земля, да, вот богатырь, он брал кусочек, он ведь, ну, не только там с могилки брал, он брал именно кусок глины, это действительно, это факт, потому что глина, она вытягивает сукровицу, она может залечить какие-то раны, а там может себе сработать, как таблетка активированного угля в походе, что тоже немаловажно, да, то есть это такое средство именно подлечить себя и помочь себе. Но вот этот образ матушки-сырой земли, которая всё родит, которая нас всех носит, всех нас любит, он очень глубокий, этот образ, он у нас в подсознании, и когда мы начинаем работать, мы всегда уйдём к образу матери, всегда уйдём вот в эту сферу. Ну и как ни крути, все мы имеем родителей, всем нам есть о чём поговорить с психотерапевтами, да, все мы нуждаемся в поддержке родительской, даже будучи уже в преклонном возрасте. Давайте сейчас прямо раскроем тему детско-родительских отношений. Знаю, что к тебе приходят и дети разного возраста, и дети приводят на эти мастер-классы своих родителей. Иногда родители, поняв магию работы с глиной, говорят, о, я завтра приду уже со своим собственным ребёнком, да, потому что ведь можно лепить и совместное какое-то, да, творение. Совместное творчество, оно сближает. Вот знаете, вот сейчас не надо ходить далеко, да, вот это вот время, эпоха, когда у нас есть коучи, у нас есть всевозможные тренинги, куда мы можем прийти и быстренько проработать какую-то проблему, да, но мы приходим в семью, и в этой семье у нас есть дети, у нас есть мужья, у нас есть, извините, свекрови, тёщи, да, с которыми мы должны взаимодействовать. Их не возьмёшь за шиворот, не приведёшь к моему хорошему, самому лучшему психологу, который сейчас всё разложит по полочкам, да, то есть это твоя личная работа, твоя зона ответственности. И когда ко мне приходят, а я очень люблю, когда ко мне приходят подросшие уже дети, приводят своих мам, которые выходят на пенсию и не знают, куда себя приложить, которые понимают, что не хотят они в ребёнка вот всё своё внимание вкладывать, потому что тоже как бы надо и понять, чего ты хочешь после той работы, какой-то подвести итог, идти дальше. Вот Рубикон пройден, и вот эти вот дети с мамами своими, там, или с папами, да, они начинают лепить. И если мы берём родительские отношения, когда мама приводит своего малыша, и здесь я очень деликатно и тактично показываю, какие у них есть проблемы, потому что мама, она всегда будет давать советы, или ребёнок начинает включаться в определённую роль. Ни для кого не секрет. Все специалисты, которые работают с детьми, они говорят, что работа с родителями и детьми это самая сложная ниша, потому что здесь нужно соблюдать вот эту грань, ты идёшь по острой бритве, потому что нужно и авторитет мамочки родительских сохранить, и ребёночек должен встать в ту роль, именно принимающего и показывающего, и в то же время он как личность очень хорошо заявить, да, показать себя. И здесь, на этих занятиях происходит вот эта магия, когда мама моими глазами видит, что у человека есть, у ребёнка какие-то свои мысли, своё абсолютное видение. Мы в большинстве своём перфекционисты, и мы всё хотим под свою дудочку, под свою роль, особенно родители, да, то есть мы увидим какой-то идеальный образ, и мы-то знаем, как это сделать, то есть вот это у нас идёт. Но на занятиях я их на паритете с ними выстраиваю отношения, для меня они одинаково важны, одинаково ценны на одном уровне, и я показываю родителям, что их дитя тоже может себя проявлять творчески, выражать себя так, как он хочет, и в этом есть огромный смысл, это и есть терапия. Да, я сделал калям-алю, я делаю страшного монстра, хотя мама хочет слепить ангелочка, но предпринимание-то. Я не буду делать этих монстров, он останется здесь, или он превратится в дерево, или в какого-нибудь лешего, да? Вообще я, конечно, прожила на своём собственном опыте, когда со старшим сыном ходила, занималась глиной, и он принял решение, что будет делать вазу, вазу, которую он потом мне обязательно подарит. Эта ваза у меня сейчас в офисе стоит на окне, и вообще волшебная ваза получилась, она прекрасна. Я-то думала, что образ вазы будет совсем другой, как ты сейчас и говоришь, да? Но вот в этой вазе сейчас люди подходят и говорят, а что это? Да, я говорю, это ваза от моего сына. И вот в этой вазе всегда цветы стоят безумно долго. То есть любые, будь то астры, розы, они стоят, потому что он с таким желанием делал эту вазу, и он говорил, что, мама, такой вазы больше вообще нигде ты не встретишь, нигде её не будет. И действительно люди приходят и говорят, какая ваза, да? А всё потому, что ты, Надюша, дала своему сыночку возможность проявиться. И вот когда я встречаюсь с коллегами, допустим, тут я была на мастер-классе у Виталия Данилы Горского, мы писали картину. Я говорю, Виталий, ведь мы с тобой даём повод людям творить, даём повод раскрыть то, что не раскрыли они в каком-то своём возрасте, в какой-то момент. Вот сколько у нас, интересно, времени осталось ещё? Если есть, да, то тогда мы ещё проговорим некоторые моменты. Ага, отлично. Ой, есть у нас ещё время. Время, я могу. Да. Наташа, значит, когда мы понимаем, что мама в процессе вот этого взаимодействия может увидеть особенности своего ребёнка, может увидеть, что он имеет свою собственную точку зрения, он готов реализовывать её, он готов отстаивать какие-то определённые даже границы, да, и видит, что мама, она тоже личность, которая... Дети же очень часто говорят, так, дай я приду, я тебе... Да, я тебе поправлю, да. То есть... Мама, что-то как-то у тебя не так. Вот, понимаете, вот это вот нарушение личных границ, вот мамы, когда я сама была мамой, кормящей, много-долго кормящей мамой, у меня было вот такое вот, то, что это вот часть меня, и это просто мой какой-то вот план, да, проект. Мой проект. И вот эта сепарация, она происходила, ну, непросто. То есть я сама это проходила. И в отношениях в семье, если мама нарушает границы ребёночка, то ребёнок обязательно им будет зеркалить и показывать это. Точно так же, как муж и жена. Вот они сидят, лепят, да, и она начинает, ой, а что это ты? А давай-ка ты сахарницу сделаешь к нам на кухню, да? То есть она тут же ему накидывает своих проектов, тут же даёт свои установки, установочки, свои планы. Он говорит, вообще-то это не сахарница, а лодочка. Я не знаю, как я её буду использовать, но я хочу сделать вот такую лодочку с вёслами, да? И именно здесь, на таких занятиях, я ставлю границы. Я третье лицо. Я лицо, как бы так сказать, не сильно заинтересованное. Имею право. И я могу в своей мастерской поставить такие границы и в то же время им показать, что у каждого есть своя зона. Также я могу провести диагностику и проговорить какие-то моменты наедине или совместно с ними, потому что это видно. Это видно, а они живут в этом годами, и они этого не видят. Не чувствуют, не замечают. Но когда мы делаем какие-то маленькие шажки, что-то меняем, да, этот механизм запускается, и они видят уже свою жизнь и друг друга совсем под другим ключом. И это интересно. Это и есть динамика. Это и есть постоянное узнавание друг друга. Я считаю, что такие совместные творчества вообще всем молодожёнам. Я желаю ходить по разным мастер-классам, попадать в такие вот немножечко, знаете, ситуации, когда ты волнуешься, когда ты идёшь в новизну, когда ты не знаешь, каков будет результат и что из этого получится, да, но когда ты, несмотря ни на что, вместе со своим супругом идёшь в это. Да, вот так от детско-родительских отношений мы перешли как раз в супружеские отношения. Действительно, когда начинаешь вместе творить, то видны твои стратегии, да, стратегии другого человека. И совместное творчество, это же ещё процесс такой командной работы. А иногда, да, вот ты сейчас сказала про молодожён, этот процесс может научить быть командным игроком, да? Конечно, конечно. У них впереди целая жизнь, у них впереди рождение детей, извините, ремонт. Надо как-то тоже пережить, да. И когда они, допустим, гончарят вместе, да, и он помогает ей, подаёт воду, он контролирует, либо она помогает ему тянуть изделие стеночки вверх, да. Это сейчас про гончарный круг, да? Да, но я этот процесс всё делаю их руками. То есть, чтобы изделие было именно таким вот... Их. Их изделием совместно сотворённым. И если я вижу, а я вижу, что кто-то из них активно доминирует, и это мешает процессу, я это проговариваю. Я говорю, вот здесь вот нельзя. Или вот с глиной, как с женщиной, надо мягко, но осторожно. Или как с ребёночком, да. Уж продавил, ты подержи в этой зоне пальчик, да, и глине свыкнуться и отцентроваться по этому, да. И таким образом они какие-то ещё моменты берут для себя в свою жизнь. Они смотрят, я давлю, я невнимательно, то есть я не даю вовремя... Воду. Воду, я не даю вовремя обратку. Я улетаю, убегаю мысленно на работу, на собрание, куда-то там. Или застреваю в каком-нибудь. На звонкет влекаюсь. То есть это видно. И они это видят в своём процессе рабочем. И что-то меняется в их жизни. Причём, смотрите, эта тема работает хорошо не только с молодожёнами, но и людьми, у которых уже, например, может, кризис. Жизнь прожита, дети выросли. И они немножечко стали друг другу настолько близкими, что уже не знаешь, что взять-то тут, понимаете, да. Уже не знаешь, чему удивиться в отношениях. И тогда можно вновь идти работать с глиной, да, и ты откроешь новые-новые стороны. Можно встряхнуть, можно встряхнуть, действительно. Бывают такие ситуации, когда мне звонит женщина и говорит, я очень хочу прийти с мужем, но он у меня такой тяжёлый на подъём, и он меня уже наругал, что я вечно что-то там выдумываю. Да, и, собственно, когда она приводит этого мужчину, я работаю таким образом, что через какое-то время этот мужчина может мне позвонить, сказать, Наталья, я тут прикупила себе на Авито гончарный круг, посоветуйте, какую печь подобрать. Для мужского ума керамика, она ближе. Вот почему гончар, да? Гончар — это мужское занятие. Женское, мягкое, податливое, материя. Что может быть кайфовее для мужчины, когда рядом есть женщина, которая, да, любимый, да, дорогой, которая мягка, она держит форму, да, она не, извините меня, не жижа, которая растекается, из неё можно творить. И он чувствует себя вот этим творцом-демиургом. Но в то же время ведь у Глины есть свой характер. Она эластичная, но она пружинит. И если ты ей не дашь внимания любви, ласки, водички, она начнёт обсыпаться, начнёт трескаться, она вытянет из тебя всю душу, да, если ты будешь невнимателен и небрежен с ней. То есть получается, что вообще глина — это такая женская материя, да, и она требует мужской руки. А мужчины, они в это... Во-первых, для мужского сознания, мышления... Вот, знаете, вот взял кусок глины, ну, не сильно дорого стоит, да, кусок глины, что-то из него быстро сделал, а потом ты пользуешься этой вещью годами. Простите меня, но любая кружка переживёт несколько поколений. Карандаш может пережить, он дольше будет жить, чем мы. Так уж устроен этот материальный мир, да, мир вещей, власть мира вещей. И для мужчины это очень классно. Вот они дом построили за пару сезонов, на, внуки бегают. Да. Дерево посадил, вот они там, яблоки падают. Всё, всё сделал. Приложил немного усилий. Но в долгосрочной перспективе это работает и работает. Знаете, вот как мужчина, он, если уж война, так он слезет с дивана и побежит, и даст всем угля, да, жару. Но потом он должен уйти в это вот состояние покоя, да. И когда они пользуются изделиями, сделанными в огончарном круге, в собственном, вот в этом потоке, да, в своей семье, они это видят каждый день, то мужчина вот это жилко-щелкает, ему нравится. И, к счастью, у меня есть примеры, я всегда очень поддерживаю, когда человек открывает новое направление. Это не просто классное хобби, которое приносит доход. Это возможность из себя вообще войти в новую сферу. Мир керамистов, он настолько обширный, полный, с выставками, фестивалями, я не знаю, блогами, когда ты можешь керамисту какому-нибудь суперизвестному написать, сказать, вот я тут такую глину с такой вот глазурью, они у меня вот так вот выдали, вот ты как вот справляешься, я вижу у тебя такие эффекты, и он никогда тебя не развернёт и скажет, да-да-да, я вот здесь просто добавил такой. То есть это такие, да? Это другой мир. Это как вождение за рулём, там тоже другой мир. Но и у нас у керамистов тоже есть свой мир, со своими законами, со своими инсайтами, и это прекрасно. Хорошо. Вот для меня это сейчас, правда, было открытием. Я почему-то всегда думала, что мужчины, ну, если уж супруга привела, то я, конечно, здесь побуду. А когда вот прямо так осознанно идти вот в этот момент, да, творчество, это здорово. А вообще у тебя много коллег-мужчин, да? Ну, в студии я работаю одна, но в этой сфере, да. То есть керамисты в основном это мужчины. Мужской мир, они более активно продают свои изделия, то есть они всегда работают на... На результат. На результат, да. А если брать... Ну, конечно, женщине проще выстраивать вот эти вот... Коммуникации. Коммуникации, общаться. Я могу так вот что-нибудь сказать мягонько, да, и это не будет восприниматься агрессивно, допустим, да, если я пытаюсь даже чему-то учить. Ну, почему ещё так мужчины тянутся к этой керамике, к глине? У меня тут была замечательная... Вот напоследок расскажу историю. Замечательная пара. Пришёл папа с сыном. То есть я обучаю папу работать на гончарном круге. И он тут же обучает своего сыночка. То есть он тут же ему показывает... Передачи прям опыта, да? Передачи. И вот его руки, руки его малыша, пятилетнего мальчика Максима, и он, отцентровывая глину, говорит, папа, наша кружечка будущая сейчас похожа на титечку. Я думаю, господи, как он прав. То есть всё начинается с титечки. То есть это женская... Да, женская история. Женская форма. Очень приятное ощущение. Я считаю, что это как тактильное путешествие. Даже стоит попробовать, просто попробовать, чтобы испытать это на себе. Знаете, как вот люди флаттинг испытывают, или там, не знаю, летают в этих трубах, да? Какие-то вот... Не прыгайте с парашюта. Да, новые ощущения, новые какие-то для себя открытия делают. Впечатления, да. И вот здесь вот таким вот образом мы можем не просто прожить это, но ещё что-то унести с собой. А для меня важно, чтобы они унесли именно какие-то позитивные эмоции. Я всегда говорю, есть такая техника якорения. И в каждый предмет, который мы делаем впервые, как будто ложечка из дерева, или какой-нибудь там, не знаю, кукла из мотанка обережная, да? Это не просто наш дневник, где все этапы мы можем быстренько вспомнить и освежить по тезисам, да? Но это предмет, в который наши мысли максимально сильно заложены, потому что мы делали немножко в стрессе, немножко волнулись. Это первое наше изделие. И наша первая кружечка может быть прекрасной и волшебной кружечкой, которая приведёт вас к вашей мечте, о которой вы загадали, которую вы заложили в эту мысль в момент её создания. И это работает. Я всегда об этом рассказываю, рассказываю свои примеры, рассказываю примеры друзей, которые покупают дома, квартиры, машины, женятся замуж, улетают на самых лучших, да, и улетают за границу, путешествуют. То есть мир раскрывается, если ты на это настроен. А если есть предмет, который материально тебе об этом как бы напоминает легко, регулярно, то это вообще работает суперинструментом. Ну, то есть у нас получается, что глина такой универсальный материал, да, и с ним можно работать абсолютно с любыми темами. Как вы знаете, вот этот Бог дал кусок глины на ладошку, давай теперь счастье своё лепи сам. И в данный момент я занимаюсь написанием книги, которая будет называться «Я леплю себя». Отлично. С удовольствием почитаем эту книгу. И, наверное, в завершении нашей программы прямо коротенькая какая-нибудь рекомендация для людей, которые ещё ни разу не пользовались глиной. Просто взять и сделать. Просто взять и сделать. То есть тут нет других рекомендаций. Не бояться этого, да? Нужно себе просто это записать, да, в план, найти время и сделать это наедине с собой. Ну, если у вас есть потребность, как правило, всё, что нам действительно хочется сделать, мы делаем, мы на это находим время. Либо дождаться нужного совпадения всех этих ситуаций, да? То есть выждать свой момент. И не забывайте о том, что каждый из нас является творцом. Да? И это можно прожить, например, с этим же кусочком глины. Ну что, сегодня у меня в гостях была арт-терапевт Наталья Елисеева. И мы говорили про ресурсы арт-терапии. Спасибо большое, Наташа. Благодарю всех. Да, всем любви, здоровья и счастья. Это была программа «Практическая психология». До свидания.